Здравствуйте, девочки дорогие! Мне нравится, что вы так активизировались. Пишите комментарии, ставите лайки. Очень приятно. Всем рада. А, и еще, покажи, пожалуйста, мое личико. Доченька, привет! Она говорит, мама, ты перестала мне передавать приветы. Вот я передаю тебе привет большой-большой. Я тебя очень люблю. Тебя и Алекса. Так, а сейчас что я делаю? Нет, я даже не знаю, с чего начать буквально. Я сегодня, я вся на эмоциях, пошла в магазин. Мне же все пишут, что у меня муж такой-сякой, терку мне не может купить. А я вот уже сколько терок покупала. Ну, я так люблю ту старую терку, которую мне мама на приданное подарила. И вот купила я терку. Как бы сказать, не очень-то она мне и понравилась. Она в пределах 300 рублей стоит, что-то 289, что ли. Где-то чек, не знаю, куда делала. Ну, ладно, терка еще ничего. Эту яйцерезку новую купила свою, выкинула, никаких только не было. Цена какая яйцерезка? 45 рублей эта яйцерезка. Вот этот вот нож для пиццы купила. Не помню, сколько стоит. Что-то 150-160, не знаю. Ну, и принесла только что, вытаскиваю все покупки. Смотрю, он кривой. Ну, расстроилась, думаю, ну, что делать. Придется завтра идти. Конечно, это ни на что не влияет, как бы. Ну, мне как-то что-то неприятно. Теперь, купила доску разделочную, досточку. Начала ее открывать. У меня хоп, это вылетело. Ну, что это за фигня? Я такую модную. Ты в каком магазине прорекламируешь этот магазин? Посудоленд какой-то магазин. Короче, все, мне не понравилось это. Думаю, пойду завтра унесу эту доску. И вот этот вот нож поменяю. Купила также вот эту сегодня форму силиконовую. Я, как бы, от нее не в восторге. Я хотела, чтобы она, как бы, на ручках была. У меня на ручках красная. Это вот. Ну, ладно. Я похвалилась всем. И сейчас муж приехал с работы, а я ленивая хозяйка. Прошарилась в больнице, довезти. У мамы было. Надо быстро сделать ленивый пирог. Быстренько забежала, купила батон. Из нарезного батона буду сейчас готовить ленивый пирог. Возьму сыр, колбасу, яйца. Уже разбила туда два яйца. Взяла молоко, где-то примерно 130 миллилитров, 150. Тут, наверное, помидоры. Зелень накрошила, также еще сыр натерла на терке. Все, сейчас буду готовить. Терку-то оставляешь? Терку оставлю. Пусть стоит. Ну, вот, девочки. Девочки, крошу, режу, вернее, сыр. Купила его недорогим. Еще только муж-рованс получил. Еще зарплату не получал. По 265 рублей, что ли, этот сыр стоит. За килограмм. Я что-то кило-100 купила. Так, сейчас что я делаю? Я, кстати, форму помыла уже. Смазала немножечко. С подсолнечным маслом. Видно, как блестит. Теперь я, смотрите, я вот так вот наставлю батур. Вот, видите, как я его делаю? Наставляю. Ух ты какая. Белая норочка. Это мы так шутим. У меня когда-то была белая шапка из норки. Белые сапоги, белая сумочка. И у меня встретила женщина знакомая. Говорит, ух ты какая белая норочка. Ну, прикалываемся теперь. Ты говоришь, 10 нанос. Да. Я была модная. Хотела в шубе. Так. Ну, добавлю, если что, батона. Теперь я буду класть сыр между этим. Очень ленивый пирог. Ну, как раз для меня. Также, кстати, сказать, пирог, не пирог, как закусочный вариант. Раз сделал с собой там на природу, быстренько взял, перекусил. Чтобы на природу попасть. Да. Мне муж говорит, день строителя все-таки. Может, говорит, в воскресенье куда-нибудь поедем. Мы же оба строители. Заканчивали строительную технику. Работали строителями. Ну, в принципе, и сейчас я работаю. Все люди строительные. Да, девочки, я никогда не работала строителем. Почему не работала? Ну, это отдельная история. В лаборатории строительной. А, на КСЖБ. Да. Отдельная история. Мне муж не давал работать никогда. Ой, я люблю. Так, режу колбаску. Ну, тоже потоньше. Ой, что-то у меня не получилось. Хорошая какая колбаса. На бутерброд. Правильно. Неправильный ты, дядя Федор, бутерброд ешь. Ладно, кладем колбаску. Дальше расслабиться. Так, мне не нравится, когда все торчит. Я люблю, когда все ровненько. Может, все-таки, когда торчит, тоже нравится? Нет. Иногда. Не нравится. Один пропустила. Да? Да. У меня уже тут лишнее. Лишнее наложило. Толщину. А где ты это? Нет, вот, вот пропустила. Здесь. Можешь? Можешь, как? Где-то так. Все есть? А если бы торчало, все бы увидела, поняла. Да, вот, для этого надо, чтобы торчало. А сюда и резанные кусочки. С этой стороны можно колбасу добавить. Подожди, у меня тут еще много чего, поэтому... Так, нам хватит с тобой. Куда нам? Сейчас помидорки буду резать. Помидорки с теплицы. В этом году неурожайный год какой-то, да и какие-то семена купила, отвратительные, несколько раз сеяла. Нам хватит. Ну, в том-то и дело. Видео про ленивый пирог. Ну, тут у нас все. Помидоры же наши, да? Ну, так, девочки, хотела с вами поделиться. Сегодня я в больницу сходила. Наконец-то мне дали талон в диагностику. И, кстати, какие помидорки вкусные. Кстати сказать, бесплатно у меня это. По квоте. Да. Ждала, поэтому, чтобы не платить. Хоть чем-то надо воспользоваться. Платила-платила столько лет налоги. Немножко хоть государство, пусть это, поможет тебе и нам, часто, нашей семье. Это все за деньги. Даже воду за деньги. Скоро воздух. Вы стали меньше дышать? Нет, не так. Как повысили налог на воздух, вы стали меньше дышать. Это возмутительно. Это у нас любимый мультик дедушки нашего. Ну что, я не пропустила здесь помидоры? У меня уже дедушка записала. Ну извини, я не знала, что у тебя нет. Ты стал меньше дышать. Дедушка. О, хорошо. Утрамбовала. Я же люблю побольше всего. Мне все мало-мало. Так, быстренько теперь, девочки. Что я делаю? Размешиваю. Так, немного перчика сюда. Соль последняя, кстати сказать. Соли посолить надо. Надо купить соль. Вот как пойду, так забуду. Как пойду, так забуду. Так, молочка наливаю. В общаке хорошо, да? Не знаю. Не знаю. Всегда есть соль. Данять, есть у кого данять. Нет, кому не купить соль. Мы жили в малосемейке всеми палатинках. Ну ты какая? Которую разобрали. Там пустое место. Не пустое, там все строят. Да? Да. Кто-то что-то строит частное. Я сюда же зеленуху отправила. Видите, как все быстро. Я, надо сказать, очень быстрая женщина. Так, сейчас все это заливаем. Да, это я полюбил тебя. За скорость. За скорость. Ты увидел на меня на скорости, что ли? Спите. Да, на скорости. Чувствую, это будет шикарно. Бомбический пирог. Бомбический. У меня, кстати, там духовка греется. Это такой сырочек? Это сырок сверху. О, ну это уже бомба. Это уже взрыв. Атомный. Какая бомба. Смотрите. Ммм, я люблю побольше сыра. Где-то грамм сто я, наверное, сюда почитала. А колбасы сколько? Не знаю сколько. Сколько-то ушло. Ну, вы смотрите по вашей форме. Какую форму вы будете делать. Я в прошлый раз себе вкруглой делала. Туда больше всего ушло. Ну все, ставлю в духовку. Минут на 20. Все. Прошло 20 минут у нас. Чем мне силиконовая форма не очень нравится. Вот так. Достаем. Режем наш бомбический пирог. Горячущий. Можно-то, в принципе, его и холодным есть. Нет, подожду, пока остынет. Не могу, горячая сильно. Пока пирог остывает, Бориса решила приготовить чайчик с лимоном зеленым. Как я его долго готовила, с пакетиков заварила. Без сахара. Я тут балуюсь огуречком. Ммм, сейчас еще этот пирожок. Это будет офигительный ужин опять. Меня каждый раз Бориса своими познаниями кулинарии удивляет. Тут уже 32 года. Суглядит. Хочешь сказать, что тебе сказочно повезло, да? Ну да, хочу сказать. Все, я уже себе урвала кусочек. Тут столько много сыра. Очень вкусно. Ну что, сейчас скажу. Девочки. И мальчики. Что мальчиков забываешь? Ой, мальчики что, смотрят наш канал? 50%? Наше приготовление. Все смотрят, все смотрят. Короче, птичка. Не забывайте ставить лайки. Еще короче. Ставьте комментарии. И до новых видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok